Овервотч Это красочный шутер с новой вселенной и двумя десятками харизматичных героев, со своей историей и уникальными способностями. Мы увидим, брат. На данный момент идет закрытый бета-тест, и не каждый смог получить заветный доступ к игре. Ну а те, кто все-таки был приглашен на тестирование, уже вовсю ее изучают. В Овервотч увидели потенциал и старички других шутерных киберспортивных дисциплин, Counter-Strike, Team Fortress, Aquake, Unreal Tournament и других. Мы решили узнать мнение об игре у одного из самых титулованных квейкеров планеты Алексея Сайфера-Инушевского. Ну, в первую очередь, то, что игра сделана, это первая игра в PS-жанре, которая сделана еще на основе моба. То есть, там ты можешь управлять разными героями, и у каждого героя свои уникальные способности. И, соответственно, эти способности нужно как-то комбинировать, использовать. То есть, ну, это очень интересно, мне показалось. По поводу игры и ее графики, у меня тоже очень теплое впечатление сложилось, потому что мультипликационная графика создает определенный шарм, определенную атмосферу. Мне это очень нравится. Плюс ко всему еще у каждого героя очень интересная своя история. То есть, я вот почитал недавно историю каждого героя. Соответственно, как бы там есть своя вселенная, своя история этой вселенной Overwatch'а, как она там зарождалась, то и все. То есть, какие вот вещи меня оцепляют. По моему мнению, игра довольно-таки сложная. То есть, сложнее, допустим, некоторых других киберспортивных игр на данный момент. Но это лично мое мнение, возможно, оно изменится в будущем. Что касательно конкретно киберспортивной составляющей, я думаю, что она по-любому есть. Потому что сам режим игры очень интересен в соревновательном плане. И есть множество разных вариаций, пиков и вообще, как можно разыгрывать героев. Поэтому я думаю, что более чем, более чем, киберспортивная составляющая по-любому присутствует. Ну, во-первых, после Quake'а я еще играл и в Dota, и в Counter-Strike довольно-таки долгое время. То есть, как бы и... Ну и вообще, я как бы люблю киберспорт, люблю все эти игры. То есть, у меня есть определенный опыт командных игр и вообще новых игр, поэтому как бы с этим проблемой судьбой у меня было. Ну, наверное, любимый у меня на данный момент. И больше всего времени я почему-то уделяю трейсер, потому что как-то вот мне нравится скорость, мне нравится некоторая такая кэри-роль. Вот. И он наносит нереальное количество урона и при этом как бы выживает. Подвиг нелюбимейшего такого героя. Ну, наверное, это будет какой-нибудь солдат, солдар. Из-за него играть, в принципе, я не очень люблю и против него очень противно играть, потому что очень много действительно урона наносит. И вот такой вот сильный парень. Да, баланс довольно-таки четок. Единственное, что меня немножко смущает некоторые герои, такие как Генши и там, может быть, Диво в какой-то степени. Но, в принципе, Blizzard, я думаю, что у них уже громаднейший опыт, у них все игры созданы как раз-таки на этих балансах. И, может быть, в какой-то степени они это делают не очень быстро, но при этом они делают это очень четко. И та команда, которая собралась сейчас на Double Watch'ем, они профессионалы своего дела, скажем так. И баланс первый, о чем они, походу, парились очень сильно. Ну, я, может быть, еще разобрал пару вариантов с геймтайпом, то есть с режимом игры. Вот. Добавил бы в матчмейкинге пару фишек, таких как статистика всех игроков, то есть, чтобы можно было посмотреть, как сыграли другие игроки. То есть, конкретно можно было понять, кто сыграл хорошо, кто плохо. Ну, так, ну, вообще, по интерфейсу можно было бы добавить пару фишек. Ну, а так, на данный момент, поскольку игра бета, я даже пока не знаю, что можно было бы еще добавить. Пока все очень нравится. Ну, сложно сказать. Я думаю, что Blizzard сделают довольно-таки крупный такой шаг в сторону киберспорта. То есть, возможно, они проспонсируют свою собственную какую-либо лигу, либо еще какие-то турниры. То есть, они будут способствовать развитию Overwatch'а в киберспорте по-любому. Как это будет выглядеть, я точно не знаю. Возможно, поменяется режим игры, возможно, поменяются... То есть, возможно, будут определенные правила, о которых сейчас неизвестно. Но я думаю, все будет хорошо в плане киберспорта. И я верю в то, что Blizzard знают свое дело. Будем надеяться, что Overwatch займет свою нишу в киберспортивных дисциплинах и станет одним из самых зрелищных представителей киберспортивных подмозгов. Продолжение следует... Продолжение следует...